Женщины. Проблема заключается в том, что у мужчины психика, она нацелена на победу, и это значит, что она имеет узкоспециализированную природу. То есть мужчина сильно нацелен на то, что он хочет получить. Вот привожу пример, допустим, мужчина идет из ванной в свой кабинет, в его психике есть только кабинет. И он видит только его, когда идет в кабинет. Все промежуточное для него отсутствует. Поняли, женщина? Женщина, она не из ванной в комнату какую-то идет, она просто идет. И причем не просто идет, а она хочет по пути еще получить счастье. И поэтому она смотрит по сторонам, отмечает все, что происходит, все исправляет и по дороге наводит порядок еще. Но если вы мужчину обвините в том, что он не заметил по дороге что-то, это значит, что вы хотите, чтобы он был женщиной. Потому что мужчина видит цель, не видит препятствий, понимаете? Теперь есть женские предметы, есть мужские. Вот что является мужскими предметами? Мужских предметов в квартире очень мало. Это его личная ложка и тарелка, личная кружка. Пожалуйста, уважайте. Вот у него есть свой письменный стол, как бы, и свой стул. Не надо тоже пренебрегать этим. Вот у него есть свое место, где он спит, где он сидит и смотрит телевизор. Ну и, пожалуй, все. Все остальное это женщине принадлежит в квартире. Ну, чтобы вы знали, это женская энергия. Теперь движемся дальше. Вот женщина, смотри, допустим, муж пришел домой. У него какие-то важные мировые задачи внутри. И куда он швырнул носки, он не помнит. Почему? Потому что у него по-другому сложна психика. Ему важно, что будет с его проблемой, которую он решает. Понимаете? И он один носок туда швырнул, другой сюда. Ну, допустим, он сильно хотел в туалет, а у него есть только порог и туалет, как бы, больше ничего нет. И по дороге он один ботинок снял здесь, второй там, носок третий там, и потом вот уже возле туалета четвертый носок. Все. И он, когда выходит, говорит, извини, я не успел положить как надо. Все собирает и кладет как может, а не как надо. Потому что для мужчин как надо, ну, положил, вот будьте ботинки, где они должны стоять. Вот там они стоят. А для женщины они должны стоять вот так, ровненько. Один ботиночек здесь, второй рядышком. Они ровно должны быть друг к другу. И это тогда красиво и гармонично. Мужчине, если ему говорят, что ботинки здесь, он их просто туда швыряет и все, видишь, вот здесь, как ты хотела. Или женщины у вас некрасиво и гармонично они должны стоять? Красиво и гармонично. Мужчины, или у вас не то, что они просто здесь должны стоять? Красиво и гармонично у вас, да? Нет, просто стоят и стоят там, что как бы париться. Теперь, женщины, смотрите, если вы хотите, чтобы мужчина поставил красиво и гармонично, это возможно. Я вам сейчас объясню на примере своего опыта, который я специально провел эксперимент, потому что, ну, у женщин всегда что-то меняется в связи с их познанием мира. Что с женщиной они не могут жить вот просто вот как они живут. Им надо постоянно что-то удивительное и новое вносить в жизнь. И один раз жена моя послушала какую-то лекцию. И в ней она узнала, что если ты не выключаешь свет там, где он тебе не нужен, то это уменьшает достаток в семье. Я сначала не обратил это внимание и знал, что это будет как-то связано с моей жизнью. Но потом я это узнал, потому что она ходила со мной и смотрела, где я не выключил свет. И оказалось, что я, я об этом не знал раньше, кстати, оказалось, что я всегда не выключаю свет в ванной. И дальше началась длительная осада. Потому что жена знает мои лекции, знает, как работает психика мужчины, я тоже знаю, но я старался изо всех сил, честно. Я каждый раз, когда заходил в ванну и включал свет, думал, надо выключить свет. И когда выходил из ванны, каждый раз забывал. Вот честно, просто, честно, сердечно признаюсь. И она мне каждый раз говорила, надо выключить свет. Когда она просто говорила, надо выключить свет, я вообще не реагировал. Я говорил, да, 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 надо обязательно. И забывал потом. Потом она начала делать по-другому. Она брала меня за руку, и для меня была эта катастрофа, потому что моя цель, как бы, маршрута отодвигалась. И вела меня назад выключать свет. Была жуткая аскеза для меня, потому что я шел, как бы, и она заставляла меня выключать свет, я выключал. Но именно это работало. То есть я выключал свет, и потом в один прекрасный день, смотрите, что произошло, интересная вещь. Я вышел из ванны, дошел до того места, от которого меня вели туда. И на этом месте я вспомнил, что надо выключить свет, и сам пошел назад. Но когда я дошел до туда, я понял, что свет выключен. Я смотрю, выключен свет, еще проверил. Я подошел к жене, говорю, ты что, свет вак не выключил? Она говорит, нет, ты сам выключил. Вот это было чудо. И потом, представляете, я все время выключал свет в ванной. Но об этом уже теперь не помнил, потому что я это начал делать автоматически. Так вот, запомните, если женщина, если вы хотите, чтобы ваш муж в доме делал порядок, чтобы был порядок, это только единственный способ. То есть это он должен делать автоматически, неосознанно, совершая эти действия по дороге в спальню. В свою. Понимаете, да? И для этого вам придется прилагать колоссальные усилия. Потому что у мужчины психика все равно на это никогда не будет заточена. У него другие задачи в жизни.